Эти люди не знают выходных и праздников. Службу им приходится нести вне зависимости от дня недели. Но 10 ноября для полицейских поистине красный день календаря. Ведь именно в этот день они могут хоть на миг отвлечься и отдохнуть. Приятно встретить знакомых с других служб, других подразделений. Также поздравить их с праздником, их родных, близких поздравить. Для нас это как профессиональный праздник и очень приятно, конечно, находиться здесь. День сотрудника органов внутренних дел в Ленинском районе традиционно отмечают в Дворце спорта «Видное», где собираются представители всех управлений МВД нашего муниципалитета. В парадной форме, с веселым настроением, стражи закона вовсе не похожи на себя при исполнении, когда в силу служебных обязанностей им приходится быть чуточку строже. Но на то он и праздник, чтобы улыбаться и принимать слова поздравлений. Хотел бы сегодня всех и сотрудников, и ветеранов, и в том числе и семьи сотрудников поздравить с нашим профессиональным праздником, днем сотрудника органов внутренних дел. Пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов по службе. Чтобы поздравить полицейских с их профессиональным праздником, торжество посетили и почетные гости, вручившие самым отважным, преданным своему делу сотрудникам награды. Одним из них стал Павел Рожков. Полицейский водитель, для которого стоять на страже закона, призвание и честь. Каждый человек по-своему какой-то специальности призван. Я в этой специальности профессионал. Долг такой, призвание. Родина защищает. Кто, если не мы, поможет? Правильно, народу. Неожиданный и приятный подарок преподнес сотрудникам полиции глава Ленинского района Олег Хромов. Троим работникам участковой службы он вручил ключи от новых квартир. Для нас это непростая задача, но это очень важно, особенно когда наш район развивается. Появляются новые микрорайоны и обеспечение именно участковой службы служебным жильем является для нас приоритетом. Как отметил глава, выдача квартир сотрудникам участковой службы продолжится и в будущем. После официальной части на сцену Дворца Спорта начали выходить популярные российские исполнители. И праздник перерос в формат без галстуков. Юлия Погосян, Олег Левичин, Елена Кошлева, Видное ТВ.